Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал отвертка. Что лучше? Смартфоны LG или Samsung? Компания Samsung и LG жестко конкурируют за клиентскую аудиторию у себя на родине в Корее. Но за ее пределами Samsung имеет куда большую долю продаж. В России, Украине и других странах постсоветского пространства обе марки пользуются популярностью уже давно, еще с прошлого десятилетия. Но и тут в цифрах доминирует Samsung. В конкурентной борьбе компания даже графики выхода флагманов синхронизирует. LG в конце зимы или начале весны показывает новые флагманы серии G. А Samsung презентует устройство линейки S. Ближе к осени на свет появляются топовые фаблеты Galaxy Note и LG линейки V. Обе компании в борьбе за клиентом внедряют передовые решения, такие как самые мощные процессоры, двойные камеры, безрамочные экраны или модульную конструкцию. Выбрать самый лучший вариант неподготовленному пользователю непросто. А потому вопрос, что же лучше, LG или Samsung, весьма актуален. Разобраться в нем мы попытаемся в данном видео. Давайте рассмотрим вопрос, почему смартфоны LG лучше. Несмотря на меньшую рыночную долю, LG не является аутсайдером в техническом плане. Их продукты тоже весьма передовые и в некоторых аспектах лучше. Итак, первый плюс в этом вопросе. Нет структуры Pentile. LG не спешат переключаться на установку OLED-дисплеев в смартфонах, хотя их наработки в этой сфере тоже впечатляют. Матрицы IPS, не имеющие структуры Pentile, как в OLED, в принципе доведены каретами до идеала. IPS-дисплей, если уступает конкуренту в яркости, то превосходит его в плане четкости за счет традиционной RGB структуры и более чистому белому цвету. И если при обычном использовании никакой Pentile в разрешении Full HD невооруженным взглядом не виден, то в среде VR картинка получается более однородной и детальной, смотрится лучше. Возможно, это придирки, и недостатки OLED-спинтайл у Samsung относятся больше к бюджетным или прошлым моделям. Обычному пользователю четкость и AMOLED за глаза. А все недостатки могут покрыться более глубоким черным, яркостью, углами обзора и энергоэффективностью. Следующая положительная сторона. Экраны не имеют мерцаний и не выгорают. За счет использования матрицы IPS во флагманах LG нет мерцаний подсветки при существенном снижении яркости. Ведь Flicker Free регулировка обычных LED-светодиодов освоена давно. В Samsung используется ШИМ регулировка яркости пикселей, так как светятся они сами, а не дополнительные боковые диоды. И на яркости ниже 70% возможны мерцания. Их частота высока, около 100 Гц, но чувствительный глаз способен заметить это неприятное явление. Наряду с отсутствием мерцаний LG также могут предложить больший срок службы матрицы. Так как синие светодиоды живут меньше красных и зеленых, со временем AMOLED-экран может краснить или зеленить, а места отображения статичной картинки, вроде индикатора батареи или часов, могут выгорать. При обычном использовании это случается спустя пару лет, когда аппарат уже морально устареет. Но лыжа лучше в этом плане. Что им в принципе не грозит ни через год, ни через пять. Итак, следующая положительная сторона – это двойные камеры. Фирма Samsung не спешит устанавливать две камеры в свои смартфоны. LG активно работают в этом направлении. Их аппараты оснащаются дополнительными широкоугольными модулями для панорамной съемки пейзажей. Если вы любите снимать в таких сценариях, то двойная камера привлекательнее. Рассмотрим следующий плюс – разнообразие ассортимента. Компания LG делает смартфоны разных ценовых категорий, отличающиеся друг от друга. У них в арсенале имеется устройство с упором на камеру, с упором на большой экран, хорошую автономность, тонкий корпус и другие функции. Samsung в этом плане более ограничен. У них тоже есть несколько линейк устройств, но в их рамках выходят устройства разных ценовых классов. Все они относительно сбалансированы, без явных минусов, но и выраженных сильных сторон лишены. Ну и последний плюс – снижение цен со временем. Выпуская смартфон, LG пытаются заработать на нем, чтобы компенсировать убытки, и цена выходит не очень привлекательной. Однако со временем стоимость аппарата снижается, и это падение более существенное, чем у соперника. Да и на старте продаж флагманы LG не имеют настолько большой наценки продавцов, как конкурирующие аппараты. А со временем эта цена снижается. Поэтому, если хочется сэкономить, купив смартфон, выпущенный несколько месяцев назад, ценники, описываемые компанией, выглядят лучше. Это канал Отвертка и наш компаньон – сайт mobcompany.info – сайт о смартфонах и их производителях. Итак, мы рассмотрели положительные стороны LG. Давайте разберемся с минусами смартфонов LG. Недостатки свойственны всему. А смартфоны LG не являются исключением. Поэтому вспомним главные их минусы. Итак, первое. Высокая наценка на старте продаж. Мобильные подразделения LG переживают не лучшие времена, поэтому руководство компании пытается избежать убытков за счет цены. В итоге бюджетные устройства нередко на старте продаются дороже, чем аналогичные у Samsung, или предлагают более скромную начинку при равной цене. Со временем цены нормализуются, но если хочется купить самый свежий смартфон, этот момент играет не в пользу. И даже если торговцы не устанавливают заоблачную наценку, как это бывает в первые дни с тем же iPhone, рекомендуемые цены все равно не делают LG лучше конкурента по соотношению стоимости и возможностей. Следующий минус. Чипсеты Mediatek. Бюджетные устройства LG часто комплектуются чипсетами Mediatek. Они не то что бы плохие. Иногда дешевые МТК превосходят конкурирующие чипы Snapdragon по возможностям. Но с Mediatek можно и не дождаться выхода новой версии Android. Обычно производитель старается заботиться об этом. Те же Magna или Spirit получили шестой Android. Но порой не получается. Модель K5 2016 года в Marshmallow так и не получил. Следующий минус. Прошлогодний дизайн. Дизайнеры LG не спешат внедрять какие-то популярные решения, вроде корпуса из стекла или алюминия, в аппаратах бюджетной и средней категории. Этим устройствам достаются обычные пластиковые корпуса, такие же, как и несколько лет назад. За Samsung такое мало замечено. Например, модели J серии 2016 года тоже облачены в пластик, но они смотрятся дороже и имеют металлическую рамку. А новые бюджетные модели J серии 2017 года уже начинают получать металл в свои корпуса. Тем не менее, это дело вкуса, и пластик UK серии LG очень качественный. Ну и последний минус – это автономность. В модельном ряду LG есть смартфоны, в которых упор сделан на длительное время автономной работы. Однако имеется у производителей девайсы с посредственным объемом аккумулятора. Конкурент в этом плане выглядит лучше, так как почти все аппараты обеспечивают хорошее время работы без подзарядки. Итак, с фирмой LG мы разобрались. Теперь переходим к нашему конкуренту – фирма Samsung. Итак, почему смартфоны Samsung лучше? Samsung – лидер на мобильном рынке по объемам продаж, и это лидерство обусловлено рядом преимуществ. Итак, первый плюс – передовые технологии. Samsung, как и Apple, являются законодателем мод на рынке смартфонов. Многие новейшие решения в первую очередь внедряются в продуктах этой компании. Тонкие техпроцессы производства чипсета, AMOLED-дисплей, быстрая оперативная память – это встречается и в бюджетных аппаратах Samsung, хотя флагманами достаются в первую очередь. Следующий плюс – экономичные и контрастные экраны. Samsung активно использует дисплеи AMOLED. Они отличаются уменьшенными толщиной и потреблением энергии, за счет чего более щадяще расходует заряд батареи. Также в плюсах AMOLED более глубокий черный цвет, равномерная подсветка, динамическая яркость и контрастность. Углы обзора в большинстве случаев превосходят IPS. Конечно, у них есть и недостатки, но они по мере развития технологий становятся менее заметными. Срок службы синих субпикселей удалось продлить. Мерцание шим-подсветки можно заметить только на очень низкой яркости. А откровенно кислотные цвета остались в прошлом. Следующий большой плюс – собственное железо. Компания Samsung занимается производством чипсетов, чипов оперативной и постоянной памяти, экранов, батареи, модулей, камер и других компонентов для смартфона. Имеет доступ к исходникам разработок корейские инженеры и программисты обеспечивают лучший уровень оптимизации и используют весь потенциал железа. За счет этого и камеры снимают четче, и экраны откалиброваны корректнее, и чипсеты показывают лучшую производительность, чем эти же детали в смартфонах конкурентов. Итак, следующий плюс – автономность. Найти гаджеты Samsung с плохой автономностью непросто. Компания всегда делает упор на оптимизацию энергопотребления, поэтому даже ничем не примечательные в плане батареи устройства живут долгом. Тот же Galaxy J7 2016 года с батареей на 3300 мАч способен проработать на одном заряде дольше, чем конкуренты с 4000 мАч. Флагманы компании, несмотря на ее не очень емкие батареи, а за счет оптимизации способны превосходить соперников с похожим железом, особенно при просмотре видео. Ну и последний плюс – это простота выбора. У конкурентов в рамках одной линейки могут уходить абсолютно разные как внешне, так и функционально смартфоны. Например, LG X-Cam, X-Screen, X-Power, X-Style не объединяет почти ничего, кроме буквы. Это очень усложняет выбор у неподготовленного покупателя. У Samsung наименование модели организовано лучше. Каждый год выходят топовые смартфоны S и Note, а также обновляются линейки J, A и C. В них цифры указывают на возможности, размер и цену, но в каждой серии аппараты выдержаны в едином духе. Легко понять, что A3 и A7 – устройства схожие, но A3 просто будет немножко меньше, дешевле и чуть медленнее. Так, идем дальше. С плюсами мы разобрались. Давайте все-таки разберемся с минусами смартфонов Samsung. Помимо плюсов имеются у смартфонов Samsung и недостатки. Их не очень много, но минусы тоже встречаются. Итак, первый минус. Строгое разграничение моделей по классам. Чтобы не создавать внутренней конкуренции, компания Samsung четко разграничивает свои устройства по функциональности. В итоге аппараты получаются сбалансированными, но лишенными каких-то ярких преимуществ. Если это гаджет бюджетного класса или начальной средней ценовой категории, он не получит Full HD дисплей большой диагонали или высококачественной камеры. Как итог, если хочется что-то одного на высоком уровне, например, камеру, а остальное железо неважно, все равно придется оптом купить и остальное. Большой Full HD экран, емкую батарею и так далее. Итак, следующий минус. Неоднозначные экраны в бюджетных моделях. Применение дисплеев AMOLED до сих пор является спорным моментом. Их наличие во флагманах это плюс, так как по яркости, контрастности, энергоэффективности они опережают конкурентов на базе IPS. Калибровки цветопередачи, сроку службы, шимрегулировки там уделено должное внимание. А QHD разрешение позволяет не замечать структуру Pentile. А вот в бюджетниках с HD все это проработано не столь качественно, чтобы экран мог стать явным преимуществом. Ну и последний минус. Высокие цены. Смартфоны Samsung дешевеют со временем, но снижение цен не столь существенное, как у фирмы LG. Если не брать во внимание серые устройства, которые продаются дешевле, то спустя полгода-год с момента выхода Samsung не сильно дешевеют, а официальную лыжу со схожими возможностями можно найти дешевле. Ну и в конце нашего видео подводим итог. Прежде чем делать выводы, стоит напомнить о браке. Он случается у всех. Нельзя в целом судить о Samsung по инциденту с аккумуляторами Galaxy Note 7, а также не стоит формировать мнение про конкурентный смартфон только с учетом отваливающихся чипсетов в G4. В обоих случаях имел место массовый производственный брак у Samsung с изготовлением батарей, у LG с распайкой системных плат. И компании сделали из этого соответствующие выводы. Поэтому взрывающаяся Samsung и умирающая через полгода LG не более чем ложный стереотип, созданный путем экстраполяции проблем одной модели на весь ряд продукции. В целом, с качеством у обоих фирм все отлично. Определить, кто лучше или хуже по надежности, нельзя. Что касается цен и функциональности, то тут тоже все сложно. Явного лидера или аутсайдера нет. Samsung немного лучше в плане дизайна, хотя это дело субъективное, с балансированностью аппаратов и инновационных технологий. Флагманы обеих компаний одинаково хороши. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Например, Galaxy S7 или S8 лучше фотографируют, а картинка на G5 или G6 лучше смотрится в шлемах VR. В бюджетном и среднем классе LG лучше тем, что предлагают недорогие устройства с упором на отдельные параметры. Камера, экран, стилус, батареи и так далее. А у Samsung все функции на одном уровне. Правда, иногда оказывается, что сильная сторона LG не особо впечатляет на фоне конкурирующего смартфона Samsung без выраженных преимуществ. Тот же LG X-Cam превзойти Galaxy A5 2016 года способен разве что вторым модулем с широкоугольной оптикой. А LG X-Power с 4100 мАч живет примерно столько же, сколько Galaxy J7 2016 года. Поэтому в итоге можно констатировать. Разительной разницы между смартфонами этих производителей нет. Но в целом Samsung пока немного лучше, чем LG. Это канал Отвертка и наш компаньон сайт mobcompany.info Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал. С нами будет интересно. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. Отвертка и наш компаньон. Отвертка и наш компаньон. Отвертка и наш компаньон. Продолжение следует...